На телеканале Магия Кухни мое шоу готовим с Татьяной Фостер. И я решила пригласить свою добрую, замечательную подругу Мадину, которая поможет мне приготовить вот такое классное швейцарское блюдо. Мадина, привет! Привет, привет! Я сегодня к тебе в гости вот с таким вот цветком, с весенним настроением. Какой шикарный цветок! Он всегда так будет цвести? Обещали, что да, будет. Ой, мне очень нравится, спасибо, дорогая. На самом деле он скрасит нам сегодняшний день. А у нас сегодня не простой день, у нас сегодня особенный день. Мы готовим швейцарский суп. Интересно, давай рассказывай, почему такой выбор? Потому что я только что приехала из Швейцарии и вдохновилась. Какая прелесть. Какая прелесть. Этой страной. Ну, давай начнем тогда. Если позволишь, я буду помогать? Конечно, конечно, ты мне будешь помогать. Ты была когда-нибудь в Швейцарии? Ты знаешь, в Швейцарии меня не было, но про горы я знаю все. Про горы ты знаешь все. Да, швейцарские горы, Альпы, итальянские горы. Мне все это интересно, потому что наша семья катается на лыжах, все детки катаются на лыжах. И я все время, каждую зиму планирую, что я поеду. Но вот как-то пока... Не получалось. Расскажешь, кстати, как. Только чем была. Пока чем была, да. Я вообще слышала, Мадина, что ты свою дочку поставила на лыжи в два года. Это правда? Да, да. Ей было два годика, когда мы поставили ее на лыжи. Ей сейчас семь с половиной, и она, думаю, так и неплохо катается. Молодец. И вторую дочь мы поставили на лыжи. Как я тебе сказала, сегодня будет швейцарское блюдо, которое согреет и душу, и тело не только в Швейцарии, но и в наших горах. Для нежного супа с гренками нам понадобится один из ключевых ингредиентов этого блюда – сыр пармезан. Я очень люблю этот вид сыра. К тому же у пармезана есть уникальное свойство – он не содержит лактозу. В гастромаркете «Калибри» очень богатая витрина сыров, среди которых представлен широкий ассортимент пармезана. Я сходила в свой любимый гастромаркет «Калибри». Я купила все очень просто – куриную грудку, потому что суп должен быть легким, не сильно насыщенным, но в то же время согревающим. Мягкий сыр пармезан, сливочное масло, соль, перец, немного муки, немного сметаны, нам понадобятся желтки, то есть пару яиц, мускатный орех и, конечно же, вино. Без него европейцы не могут обойтись. Оно придаёт определённую пикантность и определённый вкус. Но в первую очередь я тебе дам очень важную работу – натирание сыра. Пока Мадина натирает сыр, я порежу грудку. Ну, в принципе, это слишком много для литра супа. Половинки нам будет достаточно. Мадин, пока мы с тобой режем, натираем, хотелось бы тебя спросить. Вот ты на лыжах катаешься, твоя дочка, твоей дочери, твой супруг, да? Были ли у тебя какие-то травмы? Вот просто все спрашивают, да, всегда. Я знаю… Почему люди не хотят кататься на лыжах или боятся? Потому что боятся травм. Вот как ты думаешь, столько лет вы боитесь? Ну, мне кажется, знаешь, во всём этом… Я же не просто так детей отправляю вместе с инструктором кататься сколько лет. Мне кажется, очень важно научиться мало, стоять там на лыжах и так далее. Важно научиться этой технике. Да элементарно, правильно падать надо, научиться. Как только они оказываются на склоне и начинают спускаться, мне кажется, дети тоже понимают, что они побеждают свой страх и успокаиваются. Вот сейчас я режу лук довольно-таки мелко, да, кубиками. Знаешь, для чего? Для того, чтобы его, в принципе, зажарить. Теория простая. Ну, да вот, пойдёт. В общем, не совсем мелко, не совсем крупно, всё равно это всё зажарили. То есть мы его пассеруем просто, да? Мы его просто пассеруем, да. Ну что ж, дорогие наши хозяюшки, Мадина, ты классно сыр натерла. Я порезала мелко лук, а теперь мы это всё отправляем в кастрюльку. Сейчас я закину масло, грамм это 50. Почему именно сливочное масло? Потому что по рецепту швейцарского блюда именно сливочное масло. Очень хорошо. Ты знаешь, вот я тоже удивляюсь, французы любят оливковое масло. Нет, французы любят сливочное масло практически везде. Это итальянцы любят оливковое масло, да? Верно, да. Но так как Швейцария очень близка к Франции, да, хотя она очень рядом и с Италией находится, но они всё-таки отдают предпочтение сливочному маслу и сметанке. У них всё такое пожирнее, да, как говорится. Вот пока у нас пассируется лук, я расскажу, как это всё будет происходить. Как только поджарится немножечко лучок, добавляем сюда муки, добавляем сюда эту же курочку. Мускатный орех. Мускатный орех, да. И заливаем бульон, наливаем туда вина 150 грамм. Так. И всё это варим минут 10-15. И только потом мы смешиваем желтки вместе со сметаной и в самом конце заливаем. Отлично. А могу спросить насчёт вина. Какое вино нужно выбирать к блюдам? Вино нужно обязательно сухое. Цвет супа как раз-таки зависит от степени обжарки вот этой вот массы. Чем темнее обжарка, тем темнее суп, верно? Да, тем привлекательнее наш суп. А ещё я хотела добавить, что не только это для красочности супа, а ещё для того, чтобы вкус не был мучной. Потому что если муку не зажарить, то вкус будет не такой сырой муки. Нам нужно этот вкус убить. Ой, я даже не знала. Интересно. Я тебе дам ответственное задание. Смешать желтки и яиц вместе со сметаной. Пока ты смешиваешь желтки и яиц со сметаной, я должна добавить вот этот прекрасный эликсир. Безбожница. Это суп? Это суп, да. Как я уже сказала. Смотри, как это всё будет красиво. Раз. Так. Перемешали. И оставили открытую крышку, чтобы вино немного выпарилось. Вот таким вот образом. Мадина. Я чувствую, я прям слышу этот аромат. Совсем недавно я научилась готовить суп из пяти видах грибов, представляешь? И в конце там тоже добавляется и молоко, и сметана, и сыр. Пальчики оближешь. Я просто, знаешь, за что ты меня так не любишь? Либо это тест на мою аккуратность, да? В маленькой миске всё это разрешается. Я могу быть очень аккуратной. Я тебя очень люблю. И пока я с тобой разговариваю, я бы хотела зрителям сказать, что без гренок нам не обойтись. Поэтому сейчас я этот багет, очень вкусный багет, я тоже люблю. Нет, ты должна оценить, как я в этой полной миске всё размешала довольно-таки. Ты умничка. И ни капельки не проронила за пределы тарелки. Ну, в общем, этот багет мы не просто обжариваем в духовке, а ещё мы... Вот так вот чуть-чуть. Я мечтала это всегда делать. Вот так? Да. Как Кира Найтли. Ой, мне приятно, что ты прям нравится. Мне прям сравниваешь с Кирой Найтли, когда ты вот так... Ну, знаешь, это должно было быть сейчас вот как художник. Вот, 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 да, да, да. Ес, я это сделала. Подожди, я хочу прям где чуть-чуть много. Видишь? Да. Мечты сбываются. Ты знаешь об этом? Тебе б не знала, что мечты сбываются. На мечтайте свою жизнь называется. На мечтайте свою жизнь. Да, мне это выражение тоже нравится. Ну и всё, и отправляем наш хлебушек в духовочку. Ну что, Мать-Дин, пока наш суп томится, а гренки готовятся, я хотела у тебя спросить. Давай. Раз ты в этом всём деле красоты крутишься-вертишься, расскажи, какие сейчас последние тенденции, что сейчас модно. Модно ли быть ярко накрашенной, моден ли яркий макияж или что? Ты знаешь, могу однозначно сказать, всё движется в сторону натуральности, и не только в красоте, это и в еде, сама вот знаешь, что здоровое питание, не знаю, сейчас весь мир просто зациклен на всём натуральном, здоровом. Так и в мейке это нюд, все снимают ресницы, все отклеивают свои ногти, все буквально в повальном смысле начинают пользоваться органической косметикой. А сама ты пользуешься органикой? Ты знаешь, я редко крашусь, я не клею ногти, мало того, я их совсем не крашу, я не клею ресницы, говорила тоже. Да, да, да. Вот, и выбираю, я про нюд, я про натуральность, я про нюд. Ну я каждый раз, когда встречаю Мадину у неё в её, скажем, амплуа, она всегда безумно красивая, безумно натуральная. Никогда я не видела, чтобы ты была ярко накрашенной. Ну, это знаешь, это внутри. Я себя ощущаю очень хорошо. Это, наверное, что-то внутреннее больше. Внутреннее. Мне не нужно накраситься ярко, чтобы себя чувствовать уверенней. То есть я себя и так хорошо чувствую, достаточно хорошо чувствую. Ну это самое главное, мне кажется, для каждой девушки самое главное быть уверенной в себе, уверенной в своих действиях, в своей работе, в своей семье. Мадин, ну спасибо за прекрасные советы, за замечательные разговоры. Так приятно с тобой общаться. Вот сейчас я поручу тебе очень важную вещь – натереть наши багеты чесноком. А пока ты натираешь багеты чесноком, я закидываю сыр в кастрюльку, где томится наш суп, и яичко смешанное с сметаной. Вот очень интересно, как это будет происходить. Закидываю сыр. Таня, он же будет плавиться? Да. Он не будет кусками пармезан? Как он ведет себя в супе? Нет, это мягкий пармезан, он не будет кусками. То есть это уже предусмотрено? Да, абсолютно. И теперь мы заливаем сметану, смешанную с яйцом. А для чего это? Для густоты, для консистенции? Для консистенции, для густоты, для вкуса. Ну что ж, наш суп готов, наши гренки готовы. Нам только осталось натереть их чесночком и попробовать этот прекрасный суп. Ты знаешь, я верю, что суп очень вкусный, но мне не хватает цвета. Давай я займусь как раз-таки вот этой красотой, а гренки мы тебе переложим, и ты их сама натирай. Хорошо, тогда доводи наш суп швейцарский до совершенства. А я буду натирать гренки. Как ты успеваешь работать? Я же знаю, что это не единственный проект, которым ты занимаешься. Как ты, в принципе, успеваешь дома, с семьёй, на работе, и ещё плюс готовить? Я знаю, что ты за детьми сама не ездишь забирать. В школу, да. Я всегда стараюсь уже быть свободной в 4 часа для своих детей. Ну, не всегда, конечно, это получается, но в большинстве случаев своих – да. Я работаю в журнале, и тоже журнал отнимает какое-то время. Но я считаю, самое главное, хочу тоже посоветовать хозяюшкам, которые работают, главное – правильно распределять своё время и планировать свою неделю. Прям неделю? Недень? Вот прям неделю. Я стараюсь планировать неделю. М-м-м, как растёт, ты была права, не хватало зелени. Меня не хватало, меня не хватало. Тебя довела этот суп просто до совершенства. Ну что ж, Мадин, я предоставляю тебе такую возможность первый раз попробовать швейцарский суп. Из курицы, яиц, сметаны. Я не чувствую вино, но я чувствую тот вкус пикантный, который придал. Может быть, это орех мускатный, я не знаю. А может быть… Можно я отвернусь и поеду, потому что это очень вкусно. Нежный суп с гренками. Лук репчатый порубить на кубики. Обжарить на оливковом масле. Куриную грудку порезать на кусочки. Добавить к пассерованному луку, муку и куриную грудку. В зажарку влить куриный бульон и 150 грамм белого сухого вина. Добавить мускатный орех. Варить в течение 10-15 минут. После взбить желтки и смешать со сметаной. В суп добавить натертый мягкий пармезан и сметану, смешанную с яйцом. Готовый суп украсить зеленью. В дополнение к супу приготовить ароматные хрустящие гренки. Багет разрезать на ломтики. Ароматизировать гренки оливковым маслом и смесью перцев. Подсушить их 10 минут в разогретой духовке. Готовые гренки натереть чесноком. Приятного аппетита! Ну что ж, дорогие телезрители, я хотела бы приступить просто к волшебному десерту. Но как тебе не судиться в десертах, если ты когда-то в своё время этим профессионально занималась? Нет, не профессионально, я просто любила это делать. Да, и поэтому мне, если честно, трясутся руки. Я, возможно, неплохой кулинар, энтузиаст, но я не скажу, что я шикарно выпекаю. Но этот рецепт у меня удался. Ну показывай, что мы готовим. Сегодня мы готовим шоколадный фондан. Это блюдо, которое очень близко роднится с итальянским, австрийским и швейцарским. Поэтому споры до сих пор идут, кому оно принадлежит. Швейцарцы утверждают, что это всё-таки швейцарское блюдо. Ты когда-нибудь готовила шоколадный фондан? Ну, вообще, я люблю торт Захер. Австрийский. Австрийский. И он у тебя получается шикарный. Ну, я считаю, что он у меня получается лучше, чем где-либо, где я его покупала. В следующий раз мы пригласим тебя на наше шоу, и ты обязательно нас научишь. Да, с удовольствием. Я сегодня хочу прям увидеть, что ты приготовишь, чем удивишь. Да, а сегодня я вас удивлю вот этим рецептом. Значит, нам нужно 200 грамм масла растопить на водяной бане вместе с шоколадом. Для быстроты всей вот этой вот операции нужно масло разрубить на кубики. На кубики. Да. А я как бы сильно не парюсь, я сперва топлю это масло. Окей. Вот так. Тоже вариант. Тоже вариант, да? То есть не смешивая с шоколадом. А пока наша задача отделить желтки от белков, потому что отдельно мы будем перемешивать желтки с сахаром и с мукой. Ну что ж, дорогие мои, со мной стоит один из самых главных бейк-офф кулинаров Казахстана. Расскажи, как ты сделала свой бизнес. Расскажи, мне просто интересно, как ты заработала первые деньги. Я слышала эту историю, поверить не могу. Ну, подожди, я была, во-первых, в декрете, и я просто отвлекалась этой выпечкой. Я реально отвлекалась. Я пекла много каждый день, и, конечно, моя семья просто это всё не съедала. Я начинала раздавать это соседям к чаю, им так было приятно. А потом приходили, говорили, ты знаешь, вот свекровь едет, спетичь они домашние, пожалуй. Это мило. Вот, а так как я не выходила как бы из дома, потому что я с детками сидела, они приносили мне вот эти вот все ингредиенты, шоколад, мука там. Ну, мне не сложно было это всё покупать, но, видимо, такое чувство было, что, ну, чтобы, ну, возместить или, не знаю, отблагодарить. А потом в какой-то момент они говорят, слушай, я не успела в магазин заехать, ты можешь потом сама купить? И оставляли денег мне. Обижало меня это? Нет, не обижала, потому что мне нравилось готовить, мне не готовить, а выпекать именно. Эпикла кроссаны с миндальной начинкой утром. Боже, я баловала всю семью, когда мне муж сказал, ты скоро убьёшь своей выпечкой нас всех, и я остановила это. Ну, так что доверяю твоему инстинкту, твоему опыту. Сегодня мы готовим шоколадный фондан, и пока у нас здесь растопилась вот эта красота, посмотрите, как красиво, посмотри, ну, не прелестно, шоколад, 200 грамм. Это всегда красиво. Хочется попробовать 200 грамм масла и 200 грамм шоколада, верно? Шоколад тёмный, потому что, мне кажется, в выпечке никогда нельзя использовать молочный шоколад, и нужно использовать только шоколад тёмный, чтобы содержание какао было выше 70%. Абсолютно, здесь как раз у нас 70% в тюченьку. Вот, а сейчас мы должны размешать сахар вместе с яичными желтками. Вот здесь у нас... И... И отдельно, как только мы размешаем сахар, мы собьём белки с добавлением сахара. Отлично. Всё, и это я сделаю после того, как ты собьёшь. Хорошо. Вот это дело. Посмотри, как ты довела желтки до такого состояния шикарного, да? Желтки и сахар. Вот так именно должны они выглядеть. Дальше мы обязательно должны были смазать формы маслом. Мы это сделали. У нас всё готово. Духовка разогрета до 180 градусов, и будет выпекаться всё это 8 минут. Ну что ж, вот мы и смешали всю эту красоту. В самом конце взбитые белки мы аккуратно, нежненько заворачивали, можно так сказать, в это прекрасное тесто. И вот у нас получилось практически живое тесто. Правда, Мадин? Татьяна, я правильно поняла? Мы сейчас разлили по формочкам и ставим всю массу в духовку. До 80 градусов на сколько минут? На 8 минут. На водяной бане растопить шоколад и сливочное масло. Отделить желтки от белков. Желтки перемешать с сахаром и мукой до кремообразного состояния. А белки взбить до образования воздушной массы. Растопленный шоколад влить во взбитые желтки. Затем аккуратно добавить в массу взбитые белки. Разлить шоколадную массу по формочкам и поставить в духовку, разогретую на 180 градусов на 8 минут. Ну что ж, дорогие хозяюшки, я счастлива, потому что у нас с тобой все получилось. Мне кажется, рано радуешься. Как должен выглядеть фондан? Ты его должна разрезать и... И должен потечь шоколад. Должен все-таки. Ну давай пробовать. Ну давай пробовать. Ты так уверенно сначала начинала, получилось. Давай, давай. Вот он! Вот он, шоколад! Пробуй. Могу я тебя угостить? Давай. Очень вкусно. Это потрясающе. Мадина. Это что-то. Ну что ж, дорогие телезрители, вот мы и наконец-то приготовили этот замечательный, прекрасный десерт. Шоколадный фондан. И я считаю, что он у нас получился просто великолепно. Мадиночка, спасибо тебе большое за то, что ты была со мной, была рядом, заряжала меня своей позитивной энергетикой. Спасибо тебе за доверие, что пригласила. Может быть, даже где-то сбылась моя такая маленькая мечта. Да. И приятного аппетита. Приятного вам всем аппетита. Наслаждайтесь. Увидимся на телеканале «Магия кухни» в следующий раз. На моем шоу «Готовим» с Татьяной Фостер. Субтитры подогнал «Симон»